Георгий Алексеевич Скребицкий Советский писатель, натуралист и сценарист Георгий Скребицкий родился в Москве, в семье врача Его детские годы прошли в провинциальном городке Чернь, Тульская область И детские впечатления от неяркой природы этих мест навсегда остались в памяти будущего писателя В детстве Георгий Алексеевич очень любил слушать и читать книги о жизни зверей и птиц Книги о путешествиях, о природе Он любил ходить в лес, на речку, воображать себя смелым путешественником, охотником Любил наблюдать за животными В доме у него всегда жили синички, сороки, ежики, зайчишки, белочки Георгий Алексеевич с большой теплотой часто вспоминал своих четвероногих и крылатых друзей детства И ему очень хотелось, чтобы и все ребята были добры к животным, жалели и воспитывали их Исокогорская детская библиотека номер 13 предлагает вашему вниманию рассказ Георгия Скребицкого «Пушок» В доме у нас жил ежик, он был ручной Когда его гладили, он прижимал к спинке колючки и делался совсем мягким За это мы его прозвали Пушок Если Пушок бывал голоден, он гонялся за мной, как собака При этом еж пыхтел, фыркал и кусал меня за ноги, требуя еды Летом я брал Пушка с собой гулять в сад Он бегал по дорожкам, ловил лягушат, жуков, улиток и с аппетитом их съедал Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки, держал его дома Кормили мы теперь Пушка молоком, супом, моченым хлебом Наесться бывало ежик, заберется за печку, свернется к клубочкам и спит А вечером вылезет и начнет по комнатам бегать Всю ночь бегает, лапками топает, всем спать мешает Так он у нас в доме больше половины зимы прожил и ни разу на улице не побывал Но вот собрался я как-то на санках с горы кататься А товарищей во дворе нет Я и решил взять с собой Пушка Достал коробочек, настелил туда сено и посадил ежа А чтобы ему тепли было, сверху тоже сеном закрыл Коробочек поставил в санки и побежал к пруду, где мы всегда катались с горы Я бежал во весь дух, воображая себя конем и вез в санках Пушка Было очень хорошо, светило солнце, мороз щипал уши, нос Зато ветер совсем утих, так что дым из деревенских труб не клубился А прямыми столбами упирался в небо Я смотрел на эти столбы и мне казалось, что это вовсе не дым А с неба спускаются толстые синие веревки И внизу к ним привязаны за трубы маленькие игрушечные домики Накатался я досыта с горы, повез санки с ежом домой Везу, вдруг навстречу ребята, бегут в деревню смотреть убитого волка Его только что туда охотники привезли Я поскорее поставил санки в сарай и тоже за ребятами в деревню помчался Там мы пробыли до самого вечера О Пушке я вспомнил только на другой день Очень испугался, не убежал ли он куда Сразу бросился в сарай к санкам Гляжу, лежит мой Пушок, свернувшись в ящички и не двигается Сколько я его не тряс, не тормошил, он даже не пошевелился За ночь, видно, совсем замерз и умер Побежал я к ребятам, рассказал о своем несчастье Погоревали все вместе, да делать нечего И решили похоронить Пушка в саду Закопать в снег в том самом ящике, в котором он умер Целую неделю мы все горевали о бедном Пушке А потом мне подарили живого сыча Его поймали у нас в сарае, он был дикий Мы стали его приручать и забыли о Пушке Ну вот наступила весна Да какая теплая Один раз утром отправился я в сад Там весной особенно хорошо Зяблики поют, солнце светит Кругом лужи огромные, как озера Пробираюсь осторожно по дорожке Чтобы не начерпать грязи в калоши Вдруг впереди в куче прошлогодних листьев Что-то завозилось Я остановился Кто это? Зверек? Какой? Из-под темных листьев показалась Знакомая мордочка И черные глазки глянули прямо на меня Не помня себя, я бросился к зверьку Через секунду я уже держал в руках Пушка А он обнюхивал мои пальцы Фыркал и тыкал мне в ладонь Холодным носиком, требуя еды Тут же на земле валялся оттаивший ящичек с сеном В котором Пушок благополучно проспал всю зиму Я поднял ящичек Посадил туда ежа И с торжеством принес домой Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok